Ровно год назад стартовали первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китайскую Народную Республику по силе Сибири. Заказчиком строительства, а затем эксплуатирующей организации, была назначена компания с Томской пропиской «Газпромтрансгаз Томск». Сегодня мы вводим эксплуатацию газопровод силы Сибири. Это стержень газотранспортной системы Российской Федерации в Восточной Сибири на Дальнем Востоке. Уже год компания «Газпромтрансгаз Томск» обеспечивает надежную эксплуатацию магистрального газопровода силы Сибири. Задача в первую очередь обеспечения надежного газоснабжения и газификации восточных регионов страны. Одновременно сформирован мощный маршрут экспорта газа в Китай на один из самых перспективных рынков в мире. Контракт, подписанный в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу силы Сибири в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. Трасса силы Сибири проходит через заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечно мерзлыми и скальными грунтами. Газовики гарантируют стабильную работу газопровода и бесперебойные поставки газа как в Китайскую Народную Республику, так и российским потребителям. В прошлом году запустили газопроводы, подали первую кубу газа, вошли в зону эксплуатации, полноценную уже эксплуатацию. Считаю, что до начала была проведена большая подготовительная работа по подбору персонала, по настройке всех систем, технологических режимов. Исходя из этого, конечно, в 2020 год уже мы вошли стабильно, спокойно. И каких-то вопросов, связанных с эксплуатацией у нас, по крайней мере, не было, надеюсь, и не будет. И сегодня уже полноценно эксплуатируем нашу транспортную систему. В ноябре на рабочей встрече руководителя «Газпрома» и китайской национальной нефтегазовой компании было отмечено, поставки газа осуществляются надежно в соответствии с условиями договора. И стороны уже думают об увеличении объемов поставок по силе Сибири. Сегодня стабильная работа газопровода важна как для России, так и для Китайской Народной Республики.